Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Ну и вообще о творчестве и о жизни В нашей студии композитор, певец, исполнитель, автор песен, продюсер, режиссер Дмитрий Ланской Добрый день! Добрый день! И Екатерина Ланская, режиссер и продюсер и много других регалий и титулов Добрый день! Мы поймали буквально Дмитрия и Екатерину по дороге в аэропорт Просто мы, проезжая мимо, остановили, выбежали, как, я не знаю, трус бывалый и балбес на дорогу, остановив их Все-таки песня, замечательная, прекрасная песня Я понимаю, что немножко пандемия затормозила выход клипа, но сейчас он наконец-то появится ведь? Да, конечно, ну вот буквально в современных реалиях год назад, это уже кажется, что это вечность Но вот год назад мы снимали на прекрасной крыше радиоболтком видео на песню «Не запрещай себе мечтать» И за это огромное спасибо, потому что это невероятный красивый панорамный вид на старую Ригу и так далее И мы собрали огромное количество наших друзей, близких, знакомых И в этом клипе, и как говорит Янис Андреев, который стал оператором-постановщиком этого видео Это people project, потому что у нас клип состоит, в принципе, из лиц, которые пропевают прекрасный текст современной поэтессы Эризн Вот на который я написал музыку и в меру своих скромных возможностей исполняю И мне кажется, что получилась такая как бы открытка, живая открытка из человеческих эмоций И буквально, я думаю, что в ближайшие пару недель сделаем релиз и будет премьера долгожданного видео Потому что мы видели там как бы, ну, черновые, я понимаю, всевозможные, но совершенно все были в восторге Потому что действительно такая очень трогательная, трогательная, не знаю, вот идея самого клипа Когда люди, разные люди, вот они пропевают по строчке буквально вот из этой песни Вот насколько Латвия богата интересными людьми? Вот вы говорите, что о том, что друзья, я понимаю, что это новые какие-то знакомые, знакомства, которые вот здесь произошли Насколько вот эти люди вошли, что-то принесли в свою вашу жизнь? Ну, ты знаешь, история этой песни настолько удивительная Потому что она соответствует абсолютно своему названию, не запрещая себе мечтать Потому что когда мы побывали в Латвии, ну, так долго уже на лето, когда мы приехали по работе и влюбились в нее То мы мечтали сюда переехать В итоге мечта наша сбылась, и мы теперь живем на две страны, да, и часто нас можно застать в Латвии Это такое первое чудо этого трека А второе, то что мы его разучили в Индии и приехали когда в Москву, и папе сделали сюрприз То есть мы сошли с самолета, ну расскажи ты Сначала это было, это же просто стихотворение современной поэтессы Эйризн, которые долгое время в интернете ошибочно считали ненайденным или потерянным стихотворением Цветаевой Но потом правда восторжествовала эта прекрасная современная поэтесса Эйризн со стихотворением Не запрещай себе мечтать И дети наши, еще будучи совершенно маленькими, Платону было, по-моему, два года, Софии четыре Они разучили это стихотворение с мамой и прилетели из Индии, мне его рассказали И это было настолько как-то искренне, по-детски трогательно Ну, естественно, это мои дети, самое дорогое, что есть И меня это очень сильно тронуло, эмоционально впечатлило И через некоторое время я написал на эти стихи музыку И уже не дети, а уже я начал это исполнять как песню Ну вот, и это история, ну как бы, это большая история, да, что мы долго не виделись с Павой Потому что он улетел раньше в Москву из Индии, мы еще остались отдыхать с детьми Соскучились, вот сделали ему такой сюрприз Она вся пропитана нежностью И когда он уже записал трек, и долго его не выпускал И я говорю, ты знаешь, ты лишаешь человечества просто потрясающего вообще возможности получать удовольствие И ты не украшаешь мир, как завещал мой дедушка Тем, что лишаешь большую аудиторию этого трека И вот тогда он согласился все-таки уже играть его не только на концертах, а выпустить И мы решили, что это будет такой гимн нежности И мы собрали всех наших друзей настоящих пар Настоящих, потому что их отношения просто пропитаны любовью Это видно в каждом кадре, как они друг друга касаются И как они общаются, как они смотрят друг на друга И мне кажется, когда ты видишь такое, то любовь, она как бы покрывает планету Вот, поэтому отвечая на твой вопрос по поводу людей Да, это люди удивительных, ну совершенно из разных сфер То есть у нас и наш близкий друг доктора Урвета И его уже жена была девушка, когда мы познакомились сейчас У нас жена Марии, известный философ И Мишель Шахурина, известный ваш дизайнер Обуви с мужем И Герман Суперфин, трубачий музыкант И кто у нас еще? Ирена Дроздова И, конечно же, Катрина Гупала с Андреем Масокиным Про которых я тебе рассказывала в предыдущем интервью Масса людей, которые, по-моему, просто даже если бы они ничего не делали Они просто своим присутствием уже украшали мир А так как они еще и занимаются разными интересными, любимыми делами То от них исходит особенное сияние И поэтому для меня это такой настоящий гимн нежности Что предшествовало в написании музыки? Вот как вообще пишется, появляется музыка на стихи? Они ведь диктуют уже что-то, вот задают какой-то ритм или... Ну, мне как-то очень легко дается писать музыку на стихи Потому что в стихах уже есть музыка В них есть темп-ритм определенный Просто это надо услышать и перенести То есть, в принципе, любые стихи, они в той или иной степени звучат Потому что чуть более или менее музыкально И здесь нужно к этому найти ключ И что особо важно, мне кажется, что, в принципе, этот проект И само название, и стихотворение «Не запрещай себя мечтать» Оно очень такое наивно-утопическое И в сегодняшнем жестоком и жестком мире Где огромное количество ограничений И происходит масса не особо приятных вещей ежедневно Я имею в виду, что на мировой арене Очень важно не опускать руки И не забывать, что мы люди И это как раз про это Чтобы мы существуем, мы стали людьми вопреки всему И нельзя об этом забывать Эта песня как раз непосредственно про это У меня, кстати, были ассоциации с Imagine Я теперь понял, почему Такое программное, да, такое вроде бы заявление А вот стихи все-таки, как они диктуют? Потому что обычно ведь работают поэт-песенник и композитор в тандеме То есть часто это уже какие-то сложившиеся союзы Когда один понимает другого Ну, условно говоря, Берни Топпин, Элтон Джон Ну, конечно, да Там сразу приходят Первая ассоциация, да А вот все-таки, когда стихотворение существовало само по себе То есть оно уже, ну вот У Лизанова были эти опыты Когда вот он брал стихи Я не знаю, там «Сплин, маяк» Вот песня, где Маяковского они берут То есть вроде бы это стихотворение уже существует само по себе Его люди, может быть, знают, у него как-то в голове сложилось Вот как все-таки не страшно то, что оно зазвучит, может быть, по-другому Для кого-то с каким-то, ну, другим темпоритмом или какими-то ощущениями? Ну, всегда страшно Вообще творчеством заниматься в принципе страшно Потому что это, по большому счету, никому не нужно Если так Но это желание дополнить Дополнить – это ни в коем случае не желание изменить Потому что это желание, чтобы этот смысл услышало как можно больше количества людей То есть здесь мои творческие амбиции, конечно, для меня важны Но здесь желание, чтобы именно этот смысл был донесен максимально до большого количества людей И это как-то вообще искусство любое, мне кажется, смысл Оно должно быть пронзительным То есть оно должно проникать в душу, в сердце И как-то вырывать нас из ежедневной будни И какой-то рутины И напоминать нам, зачем вообще все происходит И ради чего И если это получится, то хотя бы с небольшим количеством людей уже будет здорово И там даже, знаешь, есть такие удивительные кадры Например, Ника Степанова, наш исполнительный продюсер ролика Который взял кинопремию в Лондоне И которую мы тоже сделали «Жизнь в рассеянном свете» Она работала там исполнительным продюсером И когда мы снимали «Не запрещай себе мечтать» Она только-только родила дочку И это просто невероятно красиво Вот это сочетание мамы с этим грудным ребенком И я говорю, Ника, это же образ Богородицы Ты должна, ты нам нужна И она приехала в ветрище Мы снимали на море, ветер дует Мы ее как-то закутали И вот она с этим грудным ребенком И это финальный кадр И это просто... Ну, знаешь, то есть есть что-то у нас прописано в генном коде Что мы вот видим, и мы уже все понимаем без слов И вот мне кажется, когда его смотришь То есть безотносительно того, что этот трек исполняет мой муж А я там режиссер Но я просто получаю какой-то невероятный эстетический оргазм От всех людей, которые там участвуют Ну вот интересно, действительно, что заставляет людей Заниматься творчеством Потому что, читая вот всякие антропологические исследования Вот там кто-то задумывался Он говорил, что вот 30 тысяч лет назад Вот какая-то пещера, там есть отпечаток человеческой руки Который оставлен явно просто, но с какой-то целью То есть это не просто случайное Вот он осознанно И вот говоришь, вот представьте себе Но вот да, вот выживают дикие люди Вот вдруг у него появляется ощущение Вот желание обмакнуть ладонь в краску И вот отпечатать ее Где-то вот что это произошло Вот какое дуновение чего произошло с человеком Когда вот вдруг он испытал вот этот вот Первое, что вот я какой-то создал образ на стене То есть вот рождение Ну все время, все мимолетно, все конечно То есть и материальная жизнь, она, к сожалению, конечна Но попытка ухватить Бога за бороду То есть оставить какую-то искру приблизиться в пространстве И как-то этой эмоциональной искрой зацепить еще других людей Мне кажется, в этом и есть смысл творчества вообще Уже вот я думаю, что мы так подогрели интерес Будем ждать не терпения официальной премьеры клипа Но вот упомянула ты про поэгерскую в Индию И вот что значит, может быть, вот другая сторона Вот Латвия по одну сторону А я понимаю, что вот другое направление Восток Индия, Япония Вот почему именно вот эти страны, что они значат? Потому что я наполовину практически японка Я родилась на Сахалине Вот, и все сейчас шутят Как раз после этого После того, как мы смонтировали ролик и показали друзьям Они шутят, что мне надо открыть республику Сахаринка Вот, потому что я им говорю Вы как каждый, как Сахаринка в чашечке кофе или чая Вот каждый человек Поэтому нам очень нравится это направление Это моя жена, вот Ленан и Йока, да? Вот прямо вот Да, да, да Мне кажется, что вообще мы впитали в себя и западную, естественно, культуру, и европейскую Но в очень большой части восточную культуру У меня мама была востоковедом, этнографом, специалистом по китайской семье И я с детства очень интересовался Японией Я был в Японии в 15 лет еще в постсоветском раннем союзе в 92-м Да, в 14 даже, в 92-м году И для мальчика из Советского Союза поездка в Японию Это было, как сейчас, куда-то на морском, на планетянном взлетать И это очень сильно, конечно, меня впечатлила именно культура У меня была возможность поездить по всей Японии Изучить все памятники архитектуры и пропитаться этой культурой И, конечно, меня это очень сильно оставило след Ну и также мы очень любим Индию Мы были в Индии 9 раз, объездили практически всю Индию, не только Гоа У нас даже была индийская свадьба И Тамилнаду, и Гималайи, и даже были на Андаманских островах Где до сих пор единственное место на земле, где живут людоеды И этот регион нами тоже очень любим Потому что эта культура, мы в ней не выросли Но она какая-то совершенно тоже утопическо-подетски добрая и тёплая И у них есть такое прекрасное выражение, у индусов Что Бог для вас уже всё сделал Если вы не счастливы, это ваша проблема Мне ещё очень нравится Same, same, but different Да-да Ну вот в этом, мне кажется, перекликается с смыслом песни Ведь мы, наверное, в западной культуре Да, себя вот как-то очень сильно ограничиваем всевозможными рамками, правилами И в какой-то момент иногда вдруг человек, ну, спохватывается И понимает, что он как будто бы в клетке Как бы, ну, вот запрещающий ему выражать, может быть, свои эмоции Более как-то, как ребёнок, наверное, всё-таки искренне Вот в детстве всегда привык сразу же Что на уме, то и на языке Затем появляются эти барьеры А вот песня может быть о том, что... Ну, я согласен, потому что, конечно, в европейской культуре Человек — это система ограничений Но я думаю, что здесь очень важен некий срединный путь Чтобы быть максимально свободным в своих проявлениях Но твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого То есть это очень такой тонкий момент И в творческом проявлении также То есть, и мне кажется, чем больше люди будут обращаться к себе Не к внешним факторам, а вот к себе К тому, что они действительно хотят Очень есть интересный фильм Не сильно известный, где играет София Марсо Где она сама себе пишет десятилетнее Большая, маленькая я Да, там дневник И потом, уже достигнув успеха, взрослая бизнес-леди Его читает и понимает, что это очень важный момент Оставаться по-настоящему у ребенка внутри И верить в мечту, и следовать ей Можно вот, скажем, есть ли какие-то барьеры временные? То есть, вот может ли человек спохватиться, промахнуть на себя рукой Сказать, что, ах, боже мой, мне уже там сколько, там 40, там, не знаю, 50 Уже все прошло, и вот Ты знаешь, после того, как я в 39 лет затанцевала Потом взяла кучу призов Мне кажется, теперь, как шутят мои друзья Тебе только прыжками в высоту заняться осталось Помнишь, был какой-то герой, который тоже начал очень поздно прыгать И потом даже фильм про него был снят Эдди Да, Эдди Орел, да, этот английский прыгун Поэтому пути Господни неисповедимы Нет, ну ничего не закончено, пока мы живы То есть, это вопрос внутреннего желания То есть, и очень важно не опускать руки по направлению к своей мечте Потому что это то, что движет, то, что, как бы, страсть к чему-то К профессии, к работе, к искусству Это то, что над материальными ценностями И то, что нас делает людьми Прямо так задумаешься Вот, говоря про поездку Вот, мы же поймали на пути в Москву Я сам просто помню очень хорошо Как только я уезжаю в Москву Мне кажется, что я очень медленный Все вокруг носятся, бегают Потом, когда я возвращаюсь из Москвы Уже впитав этот ритм Я чувствую, что я всех расталкиваю Мне кажется, меня наоборот злит Что в Риге вот как-то все ходят медленно Так достаточно степенно То есть, вот, нет вот Эта разница этих темпоритмов Она дает о себе знать Да, конечно Вот даже сюда Мы сейчас пробежались по городу По утренней Риге И я обратил внимание, насколько Потому что утро и все спешат на работу Насколько спокойное и неспешное Вообще пространство Спешат, да То есть, мы к тебе бежим на эфир А все так плавно, красиво идут И это на самом деле здорово Мне, например, очень нравится Именно спокойный ритм И вообще Балтика Балтийское море, природа Здесь с точки зрения Именно некого пространства Очень выверенное и спокойное Я также люблю Москву Это мой родной город Но это огромный мегаполис 25 миллионов людей И это очень Конечно, о чем вы говорите Энергия И вот эта некая боязнь Не успеть что-либо Это тоже к вопросу О наших внутренних мечтах Мы все боимся чего-то не успеть И большой город Он очень сильно к этому Мотивирует Искусственным образом Что нам нужно Отгрызть самый большой кусок пирога Нам вот чего-то Нас лишат Мы чего-то не успеем Но, к сожалению, в этой суматохе Очень часто теряется суть Зачем все это происходит И мне, например, намного ближе Спокойный темпоритм Риги и Балтики Где можно созерцать Находясь в гармонии с собой И это, мне кажется, правильнее И вот в этом темпоритме Мне кажется, и сама тоже песня Не запрещай себе мечтать Потому что она, мне кажется, какая-то такая Тягучая струя меда Вот она течет непрерывно И, может быть, в какой-то момент Она становится более такой Ну, динамичной Но, тем не менее, вот какая-то плавность Вот эта какая-то вот В ней присутствует И я уже так понимаю Что приближается, наверное, тот момент Чтобы мы успели ее прослушать В эфире И вот она уже вот прозвучала Желаем вам счастливого пути Хорошей поездки И возвращения Будем всегда ждать в Латвии Надеемся, что клип, когда выйдет Оценит Может быть, уже увидев его с визуальным рядом Оценит и вот творчество Екатерины В том числе Дмитрий Ланской и Екатерина Ланская Сегодня в нашей студии были Мы сейчас услышим песню Не запрещай себе мечтать Клип, на которой вот снят на крыше радио Болтком Спасибо Благодарим вас за крышу и за беседу Спасибо 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 Спасибо